У международных инспекторов неделя визитов. Сначала уральская столица, потом российская. Гарантии выставочному бюро дают на самом высоком уровне. В поддержку Екатеринбурга сегодня выступили сенаторы Совета Федерации и премьер-министр страны Дмитрий Медведев. От имени правительства хотел бы также заверить вас в том, что мы, естественно, сделаем все необходимое для того, чтобы, если такое решение будет принято, все мероприятия выставки прошли на самом высоком уровне. В соответствии с теми требованиями, которые существуют. Ревизоры и не скрывали, им важно знать, какую помощь готовы оказать власти городу-претенденту. И президент страны Владимир Путин пообещал, если нашу заявку одобрят, государство проспонсирует экспо на границе части света. Выставочный парк площадью полторы тысячи гектаров, дороги, инфраструктура гостеприимства. Все эти грандиозные планы в случае победы российской заявки не останутся на бумаге. Мы, конечно, дополнительно поможем городу в его развитии, в развитии инфраструктуры. И поможем бизнесу для того, чтобы наш российский бизнес смог принять участие в развитии других составляющих. Я имею в виду строительство гостиниц, если, конечно, там этого еще не хватает. Хотя город достаточно большой и развивается эффективно. В этом члены комиссии убедились лично. Они два дня ездили по Екатеринбургу и окрестностям и даже взглянули на город с высоты. Большое видится на расстоянии. Инспекторы изо всех сил старались быть серьезными, но уральское гостеприимство не оставило им шансов. Впрочем, гостям понравилась не только форма, но и содержание российской заявки. Они впитывают информацию, потом будут делать выводы. Но судя по тому, что каких-то принципиальных вопросов у них не возникает, значит, та информация, которую они получают, она их удовлетворяет. Если универсальная выставка пройдет на Урале, участникам будет о чем поговорить. Экспо – это широкомасштабный диалог международного сообщества по какой-то теме, который волнует это сообщество. Екатеринбург, Россия предложили такую тему, как глобальный разум. Это, конечно, представляет колоссальный и первичный интерес для всех стран мира. Инспекционная комиссия улетает из России. А вот вернется ли она сюда еще раз, зависит от всего мира. Ревизоры готовят комплексные отчеты о своей поездке и рекомендации странам-членам выставочного бюро. Их 162. Если наша рекомендация будет положительной, то Екатеринбург вместе с четырьмя другими кандидатами продолжит соревнования, продолжит борьбу за право проведения Экспо-2020. После этого города, которые выйдут в финал, должны будут заручиться поддержкой как можно большего числа стран. У Екатеринбурга есть шанс завоевать десятки голосов этим летом и осенью. Уральская столица примет сразу несколько масштабных международных событий. Саммит ЕС, Дни Европы, Российско-Казахстанский и экономический форум Россия-Африка. Вот он, глобальный разум, тема которой заявил город. А значит, уже в ноябре у Екатеринбурга есть все шансы обрести статус хозяина Экспо-2020. Субтитры создавал DimaTorzok